доброе утро друзья вот сегодня по многочисленным просьбам тут у меня один подписчик уже третий раз мне просит рассказать про секреты разведения рисовых м1 ну секретов тут никаких нет буду рассказывать как я их развожу ну про рисовку можно почитать конечно в интернете там куча информации родом из индонезии ткачек и вирковые и так далее и тому подобно я оттуда все это читал принципе ну как я делаю как различать конечно различается очень трудно но и в интернете пишут и я так по своему и большому опыту смотрю самец всегда немножко крупнее самки немножко и у самца основание клюва вот два белых сидят этот основание клюва так чуть чуть темнее но это надо тебе хотя бы годик подержать их и вы принципе так 50 на 50 будете определять как я делал купил вот допустим себе сделал там шесть пар ну купил их там 20 штук все равно не тоже первый год у меня не сели я так думаю что молодые были извиняюсь но посмотрел по не так по намечал кого на щеке кого на пузе кого где там закова зеленка кого синькой и посмотрел так примерно какие самцы поют там записал себе самцы пою сразу видно самка нет короче отобрал себе там шесть пар скажем так гнезда им не ставил ну как гнезда как канарейка ставил им домики как амадином так может быть чуть чуть больше там наверно высота 15 ширина 10 и так длина может тоже 15 такой тоже литок не круглый а такой по всей длине домика где-то сантиметров 5 высотой может там где-то 5 до если высота 15 так примерно перед тем как домики ставить напихал тут немножко травы так третью часть остальное все они как какие те же зебровые амадины то же самое не все сделали чем кормлю значит пробовал я всякой фигни и как и канареек канареечным формами как хочешь и фига красная просто они тоже не едят так также делаю все же то же самое принципе что и зебре значит что кидаю ну допустим там пять литров проса желтого грамм 100 красного обязательно грамм 50 этого ой блин ну чумизы можно может чуть больше чумиза в принципе для всех амадин это лакомство и они еще больше несутся еще больше как бы у них повышается потенция и грамм 50 вот забыл думаю чего я хотел сказать грамм 50 льна обязательно ли он ну что если много они его есть не будут а так немножко будут и где-то на все это дело грамм 50 рисовой сечки можно риса ну беру самую дешевую рисовую сечку можно больше кидать рис обязательно добавляю хоть и название там рисовки туда-сюда ну и они очень охотно едят и мне кажется это дело способствует размножению короче тоже так же самое поставил доме кинул жменю там все на какого-нибудь они сами все это дело сделали мне выводили так по четыре штуки по 5 и по три сидят они ну как и в интернете пишут от 15 там до 20 дней вывела кормят где-то примерно где-то тоже 20-23 дня они его кормят он вылетает так же самое недели две держу и уже отсажена смотрю по можно больше держать это все молодежь у меня остатки ирисовки и зебрики у меня были и природные вот эти черные белые и серые такие коричневые и мраморные были несколько штук мраморные вот эти белые дороже ценится там на 100 рублей природные сидят они вместе с этими зебриками у меня и разводятся вместе зебриками никто ничего никого не убивает а на место побольше домиков я вовремя ставлю где-то не знаю 35 домиков больше ставлю обязательно от общего количества пар потому что и 6 пар ставлю тогда конечно мне где-то 8 9 домиков а когда стоит 20 пар где-то 25 домиков это 26 обязательно потому что у них есть такая тоже манера сегодня в этом гнезде понеслись вы или завтра в другое пересели короче такие цирки так же самое когда смотрю вылупились птенцы кашка 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 яйцо тоже не перекармливаю этим яйцом и яйца еще магазинные такие что ну естественно зелень адуланчик яблочко очень любят морковка пророщенное зерно тоже даю также самые витаминами как попугаю пропаиваю обязательно также сама в мешанку витамины добавляю по моему 13 штук осталось было там что-то больше 30 и вот самцы дерутся интересная птичка такая поет красиво конечно держать лучше по две по три пары так разных цветов ну мое мнение что еще такого секретного не знаю больше такого ничего секретного в воду ставлю также сама поилка ну как у попугаев купалка я покупаю такая закрытая большой отверстием это купалка для попугаева на клетку одевается на двери вот такая воду два раза меняю потому что любят купаться любят пить очень много пьют а не поменяешь допустим вот утром 6 часов кормлю поменял воду в обед иду вот там часа в 3 допустим 2 час когда кормить там зашел обязательно полностью промыл и поменял вот это вот наверно основное чтобы не болели чтобы купаются постоянно постоянно мокро везде это немножко минус конечно а так тоже 1 чайная ложка на 1 но естественно даю больше они тут в массе сидят получается один больше съел один меньше съел сами регулируют ну даю побольше понятно мне кажется они не когда в большом вольяре летают они не страдают ожирением но естественно не бедрами даю а так ну допустим там пол литровой банки грубо там 35 ложек этих будет чайных ну примерно а им надо допустим там 30 так 5 10 ложек сверху это на глаз когда больше когда еще после обеда стараюсь два раза давать утром дал там пол нормы и вечером дал так более удобнее вот они у меня сейчас сидят здесь метр восемьдесят наверно устаю упираясь головой метр восемьдесят высотой метр 20 длиной ну наверно метр шириной может 90 шириной так 13 пар 13 штук где-то рисовок и штук наверно 25 зебра осталось вот так вот нормально я на это кидаю там литровую банку ну и вечером не нужно нормально интересная птичка в разведении нормально так что разводите не знаю задавайте вопросы может не все рассказал ничего такого секретного здесь нет надо чистая вода и корм потому что им корм нужен постоянно это такая зараза что у них корм должен быть постоянно и рисовки и зебрики они постоянно что-то клюют постоянно прыгают не объеста на вас даже продадите и накупить этого корма два ведра ну все пишите задавайте вопросы всем пока подписывайтесь на второй канал ссылочка в описании внизу под видео до свидания до свидания